Тогда давайте начинать. Начинать мы будем, естественно, не с того, на чем закончили в прошлый раз. Потому что я очень расстроен тем, как мы закончили. Поэтому мы еще раз попробуем сделать то же самое. И на примере этого отрывка я заодно, а потому что мы читаем его второй раз, постараюсь вам показать более базовые уровни аргументации, которые я пропускаю. Потому что считаю, что вы видите их. И потому что считаю, что у нас нет времени заботиться о указании на поверхность, а потом проникании под поверхность. И он ответил ему, как ты прикажешь. Да, напоминаю вам, Сократ и Аристадем встречаются. Случайно Сократ напоможенно идет к Гафону, Аристадем говорит, куда ты идешь. Сократ не обманывает его, но мягко намекает ему, что он не приглашен. И тогда Аристадем говорит, ну конечно я пойду с тобой. В таком случае, сказал Сократ, пойдем вместе, и во изменение поговорки докажем, что клюем достойным на пир, достойный без зова приходит. Напоминаю вам про шутку, которая состоит в созвучии. Добрый к добрым. Агафос, агафос. Собственно, Агафон и есть тот самый добрый. Или хороший, как хотите. Но нам здесь нужно добро или благо даже еще лучше. Потому что потом об этом пойдет речь. Шутка первая. Проблема заключается в том, что, в общем-то, не дурые идут добрым, а красивые идут красивым. Потому что Сократ напоможенный идет к женоподобному Агафону. Это уже намекает нам, что красота и благо не совпадают. И это будет одно из большой темпира, когда наступит речь Диатимы. Откуда эта поговорка? Это поговорка от известного мифа о Геракле. Геракл обращается к царю Кейку за убежищем, потому что он случайно убил другого человека, Евнома. Геракл совершил несправедливость и собирается избежать справедливого суда. То есть он собирается совершить вторую несправедливость. И хочет, чтобы Кейк его защитил. И Кейк его защитил. Это я повторяю прошлое. А теперь поверхностный уровень. Поверхностный уровень очень простой. Так как Аристодем не пришел, но собирается идти, Сократ должен доказать и себе, и всем окружающим. То есть нам, что можно приходить на мир без приглашения. Пожалуйста. А ведь Гомер не просто исказил эту поговорку, но, можно сказать, надругался над ней. Изобразив Агамемнона необычайно доблестным воином, а Менелая слабым копейщиком, он заставил менее достойного Менелая явиться с приглашения к более достойному Агамемнону, когда тот приносил жертву и давал пир. Если надо обосновать, какой поступок, который мы собираемся совершить, что мы должны использовать для этого, как мы уже говорили в прошлый раз? Традицию, конечно. Традиция – это поговорка, которая отсылает нас к мифу о Геракле, который что-то совершает. Геракл – это авторитет. Если ты в сложной ситуации, спроси себя, как бы поступил Геракл. Значит, одной поговорки достаточно, чтобы обосновать их совместный поход. Вот. Зачем тогда нужно продолжение? Это продолжение начинается и существует в рамках нападения на Гомера. А ведь Гомер не просто исказил поговорку, он, можно сказать, надругался над ней. Зачем-то Сократ, утвердая традицию, нападает на традицию. Давайте еще разочек. Изобразив. Изобразив Агамемнона необычайно доблестным воином, а Менелая слабым копейщиком, он заставил менее достойного Менелая явиться без приглашения к более достойному Агамемнону, когда тот приносил жертву и давал пир. Не вникая в сноски, не вникая в дальнейшие цитаты, подумайте, о чем идет речь. Сократ говорит, добрые являются на пир к добрым. Это нормально. А Гомер все переврал. Изобразив Менелая слабым копейщиком, а Агамемнона великим воином, он заставил Менелая явиться на пир к Агамемнону без приглашения. В чем заключается искажение поговорки? То есть, что на приглашение приходят только слабые копейщики? Менее добрый пришел к более достойному Агамемнону. А вы не слышите претензию к Гомеру? Не менее добрый пришел на пир к более достойному Агамемнону? А типа более хорошие изобразили. Гомер изобразил Менелая слабым копейщиком, а Агамемнона великим воином. И он солгал. Что это значит? Это значит, что Менелай великий копейщик, а Агамемнон слабый воин. И тогда получается, что великий приходит на пир к слабому без золы. Лучшие приходят к худшим незванным. Сократ говорит Аристодему, ты можешь прийти, потому что, согласно логике, лучшие всегда могут прийти к худшим без золы. Но проблема в том, что он же не лучший. Ему нужно обосновать, почему. Смотрите, Аристодем не понимает, что ему отказали. И он идет. Сократ не может дать ему подзапильник и сказать, извини, дорогой друг. Ему нужно обосновать, почему это может произойти. Как можно нарушить правила приличия. Он обосновывает это просто. Поговоркой. А потом мы понимаем, что это тоже ложь. Потому что Сократ, естественно, не может быть равен Агафону. И тогда Сократ перевирает эту поговорку, нападая на Гумер. Только лучшие могут явиться на пир незваными к худшему. Не равные добрым, а лучшие к худшему. И тогда получается, что Сократ говорит правду. Он лучший идет на пир незванный к худшему. А Аристодем слышит. Они с Сократом лучшие идут на пир к худшему Агафону. Но разве Сократ не зван им? В том-то и дело, что Сократ приглашен. В том-то и дело, что все это Сократ говорит на Аристодем. Но ведь это не совсем, мне кажется, верно. Учитывая, что, если я правильно помню, на прошлом курсе вы рассказывали о том, что нет хорошего человека, есть хороший конкретно кто-то, хороший, более-менхороший, да, еще кто-нибудь, еще кто-нибудь. Здесь нельзя говорить просто о хорошем, который выходит к менее красивым, учительное, что здесь тусовка красива. Отлично, замечательно. Спасибо, что вы вернули меня обратно на землю, да, ближе к делу. Поговорка говорит «добрый» приходит на пир к добрым. Тогда, из-за того, говоря, о Менелае и о Гамеменоне Сократ должен был бы показать, что либо они оба добрые, либо они оба плохие. Но вместо этого Сократ показывает, что один из них хороший воин, а второй плохой воин, плохой солдат. Хороший солдат равно хороший человек? Нет, конечно же, нет. Естественно, нет. И это еще одно замечание. Они с Аристодемом вдвоем не есть хорошие люди. То-то один из них только хороший. И уж тем более они не идут к хорошему. Но Сократ не может сказать этого, потому что они же зачем-то идут к Агафону. Это будет невежливо. Поэтому он нападает, вместо этого он нападает на Гумера. Теперь о нападении на Гумера. Менелае слабый копейщик. Это говорит, я напоминаю вам, Аполлон, Гектор. Когда подстрекает Гектора напасть на Менелае. Затем ниже, когда Сократ дает вторую церату, пусть совершая вдвоем, произносимым диаметром, Гумер говорит, что Менелае великий копейщик. У нас получается очень простая штука. Либо Аполлон обманывает, либо Гумер обманывает. Но если обманывает Аполлон, то Гумер, изображая Бога лжецом, явно лжет сам. Таким образом, Гумер обманывает нас в любом из двух вариантов. Следующий момент. Когда Менелае является на пир без приглашения. Во второй песне «Илиады», когда Агамином собирает всех Ахеев вместе и говорит, ребята, вот теперь понеслась. Он сомневается. И тогда, в начале второй песни, Зевс посылает ему сону. Зевс говорит ему во сне. Дорогой друг, боги больше не ссорятся друг с другом. Гера серьезно умолила всех богов развалить Трою. Поэтому... А помните, что Зевс и Аполлон – это главные защитники этого всего дела. Главные защитники Трои. Поэтому можешь смело ехать и развалить Трою. Гумер говорит, это хитрорумный план Зевса. Он обманывает Агамином. Агамином просыпается, говорит, ребята, я видел сон. Сейчас мы принесем жертву Зевсу. Если жертва удачная, понеслась. Когда они приносят жертву Зевсу, они, конечно, оказываются удачными, потому что Зевс продолжает их обманывать. Но именно в этот момент приходит Менилай. Незваным приходит Напиль. Агамин нам позвал всех, чтобы указать всем, что то, что он делает, санкционировано богами. Но он не позвал собственного брата. Почему? Вернемся немножко назад. Если в случае Зевса Гумерляма говорит, что Зевс жжет. Это его хитрорумный план. Тогда мы возвращаемся к государству. И вспоминаем обвинение против поэзии в государстве. Против гумерской поэзии, в частности. Обвинение заключается в том, что поэты изображают богов неправильно. Они изображают богов как людей, враждующими между собой, лгущими и так далее. И этой неправильной поэзии, естественно, никакого места в идеальном государстве нет. Теперь возвращаемся обратно. Обвинение против поэзии, как и обвинение Сократа против Гумера прямо сейчас, заключается во лжи. Но эта ложь идет на пользу к существующим. Идет в объяснение того, почему мы делаем то, что мы делаем. Почему мы можем с тобой сделать то, что мы собираемся делать. Эта ложь санкционирует некое деяние. При этом одновременно эта ложь является нападением на Гумера. Да. Можно ли мы сказать, так как мы знаем, что Сократ идет к Кагофону, он идет с поэзией, предполагаем, то он хочет и изменить поэзию, сделать поэзию... Да, как-то повлиять не было, но мы не знаем, как. То есть, за первым уровнем, простым основанием того, почему Алистаден может прийти на первенезванным, лежит второй уровень – традиция. А затем лежит третий уровень – обвинение традиции в ее уживости, в ее несправедливости. Как в случае с Гераклом, так и в случае с Агамемноном, с Вашминилаем. И, наконец, лежит исправление традиции. Гумер лжет, а я говорю правду. Минилай – слабый копейщик, он хороший воин, в то время как Агамемнон наоборот. И как только мы вступаем в эту правду, мы возвращаемся на первый уровень и понимаем, что ситуация перевернулась. Не традиция обосновывает поход Алистадема к Агафону. Логика обосновывает. Отказ от традиции обосновывает поход Алистадема к Агафону, к незванному. Это напоминает нам, знаете, о комедии Алистофана. Помните, я говорил вам, я боюсь ошибиться, поэтому будем брать все это в скобочки, потому что я не помню, так уж свежо все это дело. Помните, я говорил вам, что женщины обвиняют Эсхилу в том, что он женоненавистник и собирается его судить. Так вот, когда Эсхил придумывает план с Агафон, этот план проваливается. Агафон говорит, нет. То есть он вообще не просит переодеться в женское, конечно, но защищать Эсхилу он не будет. И тогда Эсхил тащит своего зятя. Он заставляет своего зятя переодеться в женщину и тащит его на это собрание. Но он не говорит об этом зятю. Вся сцена выглядит так, что Эсхил тащит своего зятя за руку в предсветном тумане, в непонятный дом. И когда тут... А в женской циклации это переодеться в женской... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, еще разочек. Я говорю сейчас о самом начале. Он тащит его в некий дом, тащит его за руку в предсветном тумане. Тот спрашивает, куда мы идем? Эсхил не печалит. Потому что если он ответит, он услышит нет. Поэтому он заставляет своего зятя слепо следовать за собой. Не говоря ему правду. А когда они приходят, у того уже нет. Кажется, это так. Хорошо. Еще вопрос. Все-таки, Сократ, получается, говоришь, что... Гомер соврал, Агамемнон плохой воин, а Менелай хороший копейщик. И вы сказали, что Менелай хороший воин. Да, да. Но опять-таки, где мы видим все наоборот? Менелай, хлюпая слезами, я не знаю, а Агамемнон... Во-первых, он за него стреляет. Подождите. Я напоминаю вам, что в следующей цитате Гомер прямо называет Агамемнона великим копейщиком. Агамемнона или Менелай? О, Менелай, Менелай, конечно. Прямым текстом называет Менелая великим копейщиком. Но это не отменяет того факта, что Агамемнон... Так Агамемнон слабый копейщик или великий копейщик? Так мы же не говорим, что Агамемнон копейщик. Менелай, Менелай, прошу прощения. Так Менелай слабый копейщик или великий копейщик? И это претензия к поэзии. Так как поэзия производится музами, то есть прямо от богов, то есть нерационально, она полна противоречий. И именно поэтому философия не может принять поэзию. Поэзия противоречива, а значит нерациональна. А раз она нерациональна, значит она ничего не говорит. Какому из утверждений Гумеру верить? Менелай это слабый копейщик или великий копейщик? Хорошо, неважно. Оставим Менелая. Но мы заключили из этой фразы, что лучшие могут прийти на пир к худшему. Да, потому что... Но почему здесь Агамемнон худший? Без приглашения. Так потому что Сократ переворачивает это и говорит, что Гумер лжет, когда изображает Менелая слабым копейщиком, а Агамемнона великий воин. Почему Гумер лжет, что Агамемнон великий воин? Но он действительно же там великий воин. Подождите, это же вам говорит Сократ, а не Гумер. А почему Сократ говорит, что он лжет в случае с Агамемноном? Он реально там великий воин. Менелай практически ничего не делает, чтобы вернуть свою жену. Все делает за него и врат. Он просто ноет, а Агамемнон за него идет в бой. Менелая, по-моему, там подстрелили какой-то... То есть вы хотите сказать, что телотурный текст, с которым знакомые, все-таки показывает Менелая слабым копейщиком, а Агамемнона великий воин? Я не знаю, случай из Менелая, какой он там слабый копейщик или нет. Я говорю за воина Агамемнона. То есть Агамемнон, мы же точно великий воин. Ну, нет, я не говорю за мотивы, что им движет благородство, им повезет честь. Не обращайтесь к Гумеру, обратитесь к Сократу. Сократ перебирает Гумера, извращает Гумера, заявляет, что Гумера извращает поговорку, чтобы сделать так, чтобы эта поговорка наконец-то подходила под его ситуацию. То есть, получается, Сократ врет, что Гумер врет, что... Нет, по поводу Менелая не врет. А по поводу Гумер она врет? Вы говорите, что да, а я говорю, что я не считал настолько внимательно, как вы. И не могу вам ответить. Нет, я тоже, может быть, не настолько внимательно считала. Ну, блин, а Гумер, это же, ну, в литературе... Ну, вы поверили, вы поверили Гумере, а Сократ плачил, вы не поверили. Ну, конечно. Ну, Сократ читал в оригинале. Он, скорее, даже не читал, а слушал. Да, тем более. Наверное. Я хотела уточнить относительно того, сильный Менелая или слабый. Можем сказать, что, учитывая, что слабым Менелая называет Аполлон, то есть Бог, а великий Менелая называет сам Гумер, то есть человек. То есть, по отношению к Богу Менелай, безусловно, слабый, но по отношению к человеку Менелай сильный. Речь, проблема заключается в том, в каком контексте Аполлон это говорит. Аполлон ведь это говорит Гетеру, чтобы Гектор наконец-то созвелся с Менелаем. То есть, безусловно, он подстрекает, но он не врет. Ему не нужно брать. А, ну, я понимаю, да, это не ложь. В смысле, по сравнению с Аполлоном, там, конечно, конечно, слабый копейщик. Да, другое дело, что когда вы сказали про декса, который прямо стал уголдать, это все отменяет. Нет, ну, боги лгут, да, конечно, конечно. Но в случае с Аполлоном это не обязательно срабатывает. Ну, хорошо. Оправдали, вот и все, оправдали. Видите, я попытался показать вам несколько слоев и тут же споткнулся несколько раз. Очень тяжело делать такие большие точки. Действительно, на самом деле, сейчас надо было бы открыть два оригинала, Гумера и Платона, сесть и начать сравнивать слово за словом, контекст за контекстом и вспоминать, что и как. Для них это не проблема, потому что они всегда в контексте. То есть нет телевизора, есть только Гумер. Нет массовой культуры, есть только Гумер. Поэтому есть даже отдельные личности, не профессиональные рапсоды, а мальчишки, которые желают подготовить тебя к политике, и даже сократно седуются таким один раз, которые желают подготовить себя к политической карьере, выучили Гумера наизусть. Ну, понятно почему. Что делать, когда нас атакуют? Ну, вот там написано. Что делать, если тебя обманули? Вот написано. То есть никакая маяность из всей жизни. Это традиция, ее задача не дать вам мыслить, потому что все уже предками сделано гораздо лучше, чем... Готовы модели победили. Конечно! И более того, они не просто готовы, они отработаны и все понятны. Хорошо, да. Этот юноша был Евтидем. Да? Вы помните? Конечно! Замечательно! Евтидем, это же не... Четвертая книга. Евфием. Разве Евфием? Ну, я читала, у нас Евфием. Да, я понял. Да, хорошо. Есть ли какие-нибудь другие вопросы? Ну, тогда давайте двинься дальше. Выслушав это, Аристодем сказал, боюсь, что выйдет не по моему сократ, а скорее по Гомеру, если я, человек заурядный, приду без приглашения на пир к мудрецу. Да, Аристодем снова демонстрирует нам свою недалекость. Он считает, что мудрость равна популярности. Так как Агафон только что победил в соревновании, и так как Агафон популярный поэт, очевидно, что он мудр, потому что большинство не следует за дураками. Сумеешь ли ты, приведя меня, как-нибудь оправдаться? Ну, естественно, он как зараженный манией, он тоже себе ни во что не ставит. Сумеешь ли ты, придя меня, как-нибудь оправдаться? Ведь я же не знаю, что явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты. Да. Эти два вопроса очень-очень хорошие. А давайте сейчас ответ Сократа, потом будет понятно. Путь совершая вдвоем, возразил он. Мы обсудим, что нам сказать. Пошли. Ага, и досчитайте дальше. Обменявшись такими примерно словами, они отправились в путь. Сократ, придаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его подождать, велел ему идти вперед. Остановитесь и прочтите его последнюю фразу снова. Путь. Путь совершая вдвоем. Ну-ну-ну-ну-ну. Возразил он. Мы обсудим, что нам сказать. Пошли. Угу. Путь совершая вдвоем, мы обсудим, что нам надо сказать. И он ничего не говорит, они ничего не обсуждают, они молчат. И останавливается, и толкает его вперед. Ну, Сократ отстает специально, да. То есть Сократ все еще, кажется, дает Аристодему шанс спорить. Аристодем отказывается. Итак, у Аристодема две проблемы, обе из которых он превращает в проблему Сократа. Сумеешь ли ты, приведя меня как-нибудь, оправдаться? В смысле, Аристодем оправдываться не будет, потому что его привел Сократ. Он вообще не... Хотя он явно подчинился Сократу, значит, Сократ будет отвечать. И второе. Ведь я же не признаюсь, что явился на первенезванном, а скажу, что пригласил меня ты. Аристодем не просто говорит, уважаемый Сократ, придумай что-нибудь. Он еще и угрожает Сократу тем фактом, что он выдаст Сократа. И вы не поверите, когда он придет туда один, он выдаст Сократа. Поэтому я и говорю, что, может быть, он не настолько дурак. Насколько он еще остановился? Ну, смотрите... Ну, то есть, как бы он, мало того, что он пригласился на этот мир, еще и всю вину Сократ свою поможет. Ну, смотрите, но смотрите, какой он честный. Он ведь сразу говорит, что я это сделаю. Конечно, потому что Сократа должен быть мотивлен. И смотрите, как Сократ ему отвечает. Конечно, мы обсудим. И молчим. Хорошо. Это подлость. Дальше. Ну, это же подлость вроде как. Нет, ну какая же это подлость? Это шутка. Это ирония. Итак... Ну, если Сократа в невыгодном свете, зачем так делать? Нет, нет, нет. Аристодем... Смотрите, это не подлость, потому что Аристодем заранее говорит, что он сделан. Это, смотрите, это честность. А если он заранее скажет, что он пойдет тебя воровать, значит, он не вор? Ну, очевидно. Да, естественно. В смысле, он, конечно, вор, но вы уже готовы. И это уже не подлость. И потом, как он пойдет, если вы все время ждете, что он вот будет? А он еще и дату вам назовет, там, 24 ноября. Итак, путь совершая вдвоем. Я снова обращаю ваше внимание на то, что это, собственно, слава Диамеда. Когда Диамед просит себе в помощника в разведку, имени Лай называется знаменитым копейщиком. И Агамем нам даже сказано боится за брата. Помимо Менелая вызывается много кто, но в конце концов вперед идет Одиссей. И они вместе с Диамедом идут в разведку. Диамед особый персонаж. Это единственный персонаж, который, во-первых, вернулся домой без проблем, во-вторых, ранил двух богов, Ареса и Афродиту. И при этом он еще и является любимцем Афины. Иными словами, они идут в стан к врагам с Иисеем. То есть, Аристодем и Сократ идут в стан к врагам, к Агафону и его друзьям. Зачем? В этой вылазке Диамед и Одиссей воруют статую Павлады, воруют статуи Афины. Они собираются спасти Афину из рук противника. Они собираются спасти город из рук противника. Наконец, напоминаю вам, что тот, кто победил Ареса, тот мужественней, чем Арес, тот, кто победил Афродиту, тот более красивый, чем Афродита. И, соответственно, у нас Арес побеждает Ареса, но не побеждает Афродиту, он служит Афродите. А Сократ побеждает и Ареса, и Афродиту. Не зря он пошел на помощь. Обнявшись такими примерно словами, они отправились в путь. Сократ, предаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Ареса Дэм останавливался его подождать, велел ему идти вперед. Да, Сократ все еще дает ему шанс. Придя к дому Агафона, Ареса Дэм застал в дверь открытой, и тут, по его словам, произошло нечто забавное. К нему тот час выбежал раб и отвел его туда, где уже возлежали, готовые приступить к ужину гостям. Ну, мальчик раб не просто раб. Значит, Ареса Дэм застает дверь открытой, и происходит интересная штука. Его тащат внутрь. А можно спросить? Ага. Вот я представляю себя вместе Ареса Дэм и вот если бы я вышла в эту компанию, я бы не зашла бы не отошла от Сократа. То есть я бы шла рядом с ним, потому что я бы боялась оттуда. Это хорошее замечание, но ему был отдан приказ. Агафон прямо говорит ему сядь туда и это хозяин дома. Он не может не подчиниться, а Сократа нет. Нет, я имею ввиду, что он оставил Сократа. Он абсолютно не оставил Сократа. Сократ велел ему идти вперед. И пока он шел вперед, он пока он шел вперед, он оказался у двери. Дверь открыта и вот уже затаскивает внутрь. Он даже не успевает обернуться. Чуть-чуть вернуться назад. Почему Сократа побеждает Афродитам? Да. Если он идет туда красивый. Так он, смотрите, в чем он побеждает Афродиту? идет туда синий. Нет, подождите, в чем он побеждает Афродиту? Богиней чего является Афродита? Любви и красотами. Значит, он побеждает Афродиту красотой. Он превосходит Афродиту красотой, а приходит туда на помаженный превосходящий Афродиту красотой. Ну, естественно, это шутка. Вопрос в том... Нет, я просто пытаюсь понять, что он бы ее победил, если бы он вышел убедителем там, не будучи красивым, взять туда некрасивую, одолеть красивую. Или завоевав любовь, например. Ну да, 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 совершил удачный набор. Мы всего лишь остаемся в контексте. Когда Агафон будет говорить об Эросе, Агафон попытается доказать, что у Эроса есть внешние качества, а есть внутренние качества. Одним из этих внутренних качеств будет мурство. Также Агафон попытается доказать, что Эрос это самый великий бог, а значит он должен превзойти мужеством всех богов, включая самого мужественного бога, Ареса. И тогда Агафон скажет, что естественно Эрос превосходит мужеством Ареса, потому что Эрос победил Ареса, так как Арес влюблен в Афродиту. Агафон не может сказать, что Эрос победил Афродиту. Он этого не говорит, но мы знаем из двух разговоров до этого, что Эрос служит Афродите. И Диадима это подтвердит. Так вот, мы же с вами начинали этот разговор со слов о том, что Тиран это Эрос воплоти, и Эрос это Тиран. А потом я говорил вам, часть задачи диалога показать, что философ это Эрос воплоти, и Эрос это философ. Соответственно, философ должен сделать то, что сделал Эрос, но философ делает больше, чем делает Эрос, потому что философ не только Эрос. Эрос побеждает Ареса, но он не побеждает Афродиту. Диамедр, роль которого на себя Сократ принимает, когда дает прямую цитату из Диамедра, не цитату, как ранее, как Гумер описывает кого-то, а прямую цитату. И принимая на себя роль Диамедра, Сократ указывает, что он сделает или собирается сделать то, что сделал Диамедр, победить Ареса и Афродиту. Можно? Да. Вообще, я открыла наше лекцию. Мы начали с того, что Эрос, он объединяет трех богов. Да. То есть, он является богом поэзиса. Вот. И потом мы перешли к тому, что в государстве изгоняется Эрос, и потом, что вот Эрос тиран, который не может остановиться. Как этот переход осуществился, что он или просто он в разных предельниях употребляется? На разных уровнях, да? Вернитесь назад. Значит, мы знали Эроса из государства, а до этого объединение трех богов. Я говорил вам, что это проблема. В смысле непонятно, почему вместо трех богов идет обсуждение только Эроса. И я предложил вам решение. Это обсуждение на самом деле Эрос тогда это бог поэзиса, и тогда обсуждение Эроса это обсуждение поэзиса в целом. Более того, это ведь говорится в государстве. Эрос изнан из государства в идеальном государстве. Здесь об этом ни слова нет. Более того, здесь будет сказано, что политические стремления это эротические стремления. Но Эрос изгнанный из государства это ведь прокреация, а не политика. Мы говорили, что в определенных случаях, когда говорится о желании эротических деятелей захватить власть. это объяснение того, почему Эрос изгнан из государства. Потому что оттуда изгнан желание прокреации, но в контексте Геродота это еще и желание уничтожить политический порядок. То есть изначально на первом уровне эротическое стремление изгнано точно так же, как оно изгнано на последнем или предпоследнем уровне. То есть в общем Эрос употребляется в разных контекстах, когда он каждый раз классическая политическая философия высоко контекстна. Каждый раз каждое утверждение должно быть рассмотрено внутри собственного контекста. И очень тяжело делать пересечения, потому что очевидно то, что Сарат говорит в одном диалоге, он не говорит в другом, а говорит прямо противоположен. Но в данном диалоге мы Эрос рассматриваем как? А вот это нам предстоит выяснить. Ага, понятно. У меня есть некоторая логическая спорь, которая кривкая, и я хочу, чтобы ее разбили, как-то выкрепили. Эрос побеждает Арас. Соответственно, скажем так, это можно политическим образом, что становится возможно начинается существовать вне войны. Таким образом мы получаем возможность существования полиса, и таким образом мы выводим, что полис происходит из терроризма. И тогда потом не прав. очень далеко. Агафон не говорит о полисе. Агафона это все не интересует. Он поставил себе задачу доказать, что Эрос самый лучший из богов. И в этом контексте он должен написать... А, эрос ничем не управляет. Проблема заключается в том, что Эросу не подвещено храмов и поэты его не восхваляют. Это не... Насколько я понимаю, дело в том, что Эрос в общем-то не часть официального олимпийского пантеона. Но мы все еще внутри контекста. Агафон ни в коем случае не говорит о политике. Он лишь должен доказать, что Эрос самый мужественный и для этого ему нужен самый мужественный бог, которого можно победить. Поэтому не стоит так далеко экстраполировать, тем более, что вы пересекаете не только контекст вступления агафона, но и контекст самого пира от вся всего государства. Это далеко. Далеко. Я запутываю вас, но потому что мне кажется, что ответ на вопрос, почему Эрос изгнан из государства станет для нас более близким, когда мы поймем, что такое Эрос. А поймем мы, что такое Эрос, только дочитав все конца, то есть только объединив... Что такое Эрос в том числе как он мог назвать пьезу. Пьезу, да. только объединив все эти версии Эроса или слив все эти версии Эроса в какую-то версию, которая приемлема, которая не будет версией Деатимы. Потому что если мы возьмем версию Деатимы, то получится, что мы просто верим Деатимы на пол. Ну так Деатима всех опролевывает. Всех... Да не всех, да? Да. Да, Деатима, конечно, всех опролевывает, а потом возьмет и сделает так, что все присутствующие окажутся воплощением Эроса. Там будет интереснейший момент, когда она... Поэтому не будем спешить. Хорошо. Так, дверь открыта, его затаскивают внутрь. Дверь открыта, и это как бы свобода. В смысле любой может войти. Вы знаете, что Эл-Кивиат войдет, а потом Эл-Побляд войдет. Но никто не входит. Не-не-не. Камец украли. Не, сейчас-сейчас-сейчас. Я не про то. Но оборачивается эта свобода тиранией. Его туда затаскивают. И более того, как только пир начнется, они тут же выберут симпозиарха и застают собой управлять. А потом, когда придет Эл-Кивиат, он сам себя назначит симпозиархом и начнет всеми управлять. Причем, говоря при этом со всеобщего согласия. В оригинале, конечно, никакой не раб, а просто мальчик. Пайлус, если мне не изменяет память. Понятно, что имеется в виду мальчик-раб, служка. Но любовь к мальчикам это же тема пира. Поэтому, естественно, что внутрь Аристодема затаскивает именно мальчика. Как только Агафон увидел вошедшего, он приветствовал его такими словами. Смотрите, вечеринка приватная, но каждый может зайти в эту приватность. Это очень странно. Сейчас. То есть, паспорт в Курган? Да. Вечеринка приватная, там сливки, сливок, там только высокообразованные, только супер. Почему она открыта? Потому что это вечеринка поэта. Поэзия открыта для каждого. Апология 22D каждый интерпретирует поэта лучше, чем сам поэт. И в этом смысле каждый может интерпретировать поэта успешно. И в этом смысле поэзия всегда доступна для всех. Даже если она авторская, в смысле приватная. А, Аристодем, ты пришел, кстати. Как раз ужинаешь с нами. Если же ты по какому-нибудь делу, то отложи его до другого раза. Ведь я и вчера уже искал тебя, чтобы пригласить. Но нигде не нашел. А Сократа что же ты не привел к нам? Значит, две вещи. Первое. Агафон, естественно, знает, что Аристодем таскается за Сократом. Поэтому там, где Аристодем, там и Сократ, скорее всего. Второе. Аристодем пришел без приглашения. Он ставит Агафона в сложное положение. Агафон выкручивается мгновенно. Дверь-то открыта. Я искал тебя. Ты на самом деле приглашен. Вопрос. Он на самом деле приглашен или нет. Мы помним, что вчера была основная вечеринка. Именно поэтому сегодня вечеринка приватная. В смысле те, кто хотели просто прийти выпить, вчера уже перепелись до смерти. Поэтому сегодня только те, кто готовы оставить другую компанию. Но вчера там был Сократ. Он, конечно, ушел и не стал пить народу слишком много, не дотянулся от Агафона. Но не услышал ли он от Агафона пригласи и Аристодема. Или я хочу видеть и Аристодема. Вопрос. Кто из них лжет? Агафон или Сократ? Агафон, что он пригласил Аристодема. Или Сократ, что Аристодем не приглашен. Агафон что он пригласил Аристодема сейчас просто проявляет вежливость. Ну, типа пришел, блин, надо как-то оправдаться. Это возможная версия. А вторая возможная версия. Агафон действительно приглашает Аристодема, но Сократ не хочет, чтобы там был Аристодем. Аристодему там место. Короткий очередный ответ. Ну, а почему Агафон тогда его позвал? Нет, смотрите, Агафон может звать кого хочет. Агафон ни в чем не разбирается. Уж точно в философии. Но Агафон не был по языку с Аристодем. Но это не помешало позвать ему всех остальных. Еще один аргумент в мою версию. Давайте. Он говорит ему, что ведь я и вчера уже искал тебя, но нигде не нашел. Если мы говорим, что Аристодем тащится везде за Сократом, Аскрат вчера был, и он его не нашел, следовательно, он врет. Кто именно? Агафон. И сейчас он не просто врет же... Нет, смотрите, почему? Он искал его везде, в смысле искал его у Сократа. Сократ там был, и предполагается, что где-то вокруг Сократа обращается Аристодем. Да. Но его там не было. А где его искать, кроме как не у Сократа? Поэтому он везде его искал, и везде не нашел. Ну, то есть я к тому, что сложно было, мне кажется, его не найти, если он везде искал Вечеринка, все перепелись. Кого он мог где искать? Поэтому он вежливо говорит, что, конечно, я искал тебя вчера в центре твоего протяжения. Где ты еще можешь быть? Сократа там был, как он сам нам говорил. Кто-то, сейчас, еще раз учу, кто-то из них лжет. Первая ложь, милая ложь Агафона, добрая, красивая, давайте, красивая, потому что колодец, Красивая ложь Агафона. Иди, садись, родной, мы тебя все время ждем. Вторая ложь, ложь Сократа, некрасивая ложь Сократа. Я знаю, что ты приглашен, ну, иди-ка ты отсюда. Какая из этих версий кажется, вам более привлекательна? Давайте оставим этот вопрос без ответа. Да, что вы хотите? Я хотела спросить, почему в первый день не было Аристодема вместе с Сократом? Потому что там пили, а Сократа не пили? Нет, 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 Сократ пьет. Да. Но не пьянеет. Да, Сократ пьет больше всех, может пить больше всех и не пьянеть. Почему там не было Аристодема, мне говорится, но его не было. Там был Сократ, об этом нам точно говорится. Здесь построение предложений довольно интересное. О, не, не, не ходите туда, потому что... Скажите, но он не сказал, что просил Сократа пригласить в Сократ. Потому что он спросил про Сократа отдельно, потому что ты не привел его к нам, потому что как он просто не расшиваешься. Но очевидно, он бы сказал, что я как раз спросил его пригласить тебя, так где же он сам? Конечно, он мог такое сказать, но мы всегда должны вернуться к тому, что это написано Платоном со специальной целью. То есть, Платон не хочет, чтобы мы четко знали, Агафон ужет или Сократ ужет, а подумали, какова цель уже одного, возможная цель, и какова цель уже другого. И выбрали для себя более привлекательную версию. В смысле, какая ложь нас больше устраивает? Красивая ложь доброго, гостеприимного хозяина или уродливая ложь уродливого философа? И я продолжал, Аристодем обернулся, а Сократ, гляжу, не идет следом. Пришли бы яснить, что сам я пришел с Сократом, который пригласил меня сюда ужинаем. Значит, во-первых, Аристодем выполняет свою угрозу, хотя смысла ее выполнять нет, ты приглашен. А во-вторых, Аристодем не верит Агафону, что он приглашен, он верит Сократу, что он не приглашен, и поэтому говорит, пришлось извиниться, что я без приглашения пришел, потому что меня привел Сократ. Две лжи. И, естественно, поклонник Сократа предпочитает думать, что лжет не Сократ, что лжет Агафон, даже при условии, что эта ложь максимально удобна для него. Мания, безумие мешает ему мыслить здраво. И отлично сделал, что пришел, ответил хозяин. Но где же он? Он только что вошел сюда следом за мною, и я сам не могу понять, куда он девался. Да, как бы Аристодем думает, что Сократ зашел вслед за ним, а он как бы-то не зашел. Ну-ка, сказал Агафон слуге, поищи Сократа и приведи его сюда. Два момента. Агафон почему-то не хочет ждать. Агафон не умеет ждать. Он все время будет пытаться привести Сократа, несмотря на сопротивление Аристодема. Почему-то Агафон хочет увидеть Сократа. Может быть, потому что вчера не получилось нормально с ним поговорить. Но это первое. А есть второе. А ты, Аристодем. А ты, Аристодем, располагайся рядом с Эриксимахом. И Платон указывает нам, куда садится Аристодем. Он либо, помните, да, Федор, куча народу, Павсаний, потом Аристафан. И неважно, с какой стороны сел Аристодем, он в любом случае сел после Аристафана. Хорошо. И раб обмыл ему ноги, чтобы он мог возлечь. А другой раб тем временем вернулся и доложил. Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях среднего дома, а на Зофоте отказывает. Да, и вот решающий момент, который я заложил закладкой, а вы все уничтожили. 220С. Сократ остановился и никуда не идет. Это рассказ Алкевиада о походе на Батидею. Как-то утром? Да. Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте. И так как дело у него не шло, но ладно, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень и люди, которым это бросалось в глаза, удивлено говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец, вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы, дело было летом, вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом. Будет ли он стоять на том же месте и ночью? И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода солнца, а потом помолившись солнцу ушел. Да, про помолившись солнцу мы еще поговорим. Помолившись солнцу ушел, достаточно. Итак, Сократ идет поэту Агафону вместе с Алистодемом, но постоянно отстает, чтобы Алистодем имел возможность скрыться из виду и больше там не появляться никогда. Но Алистодем это не делает. Поэтому, когда Сократ доходит до входа, он вдруг останавливается и начинает идти в другую сторону. И там останавливается. Давайте переформулируем вопрос. Что останавливает Сократа? В апологии Сократ описывает нам так называемого демона Сократа. Демон Сократа это нечто, что говорит Сократу не делать того, что он собирается сделать. Демон, говорит Сократ, никогда не говорит мне делать чего-то. Он всегда говорит мне не делать. Он всегда удерживает меня от определенных поступков. И потом подмечает, что он не написал защитительную речь, потому что демон сказал нет. Сейчас, когда он говорит все это, то есть оскорбляет Афинян, об этом мы поговорим когда-нибудь в другой раз, демон его не останавливает. Поэтому он продолжает. Так вот, не демон ли остановил Сократа? Если демон остановил Сократа от входа, то получается демон не хочет, чтобы эта беседа состоялась. В апологии Сократ намекает, что демон сохранял ему жизнь все это время. А теперь, когда демон ничего не говорит, Сократ наконец-то может умереть. Не подразумевает ли это, что то, что он собирается сделать, смертеподобно или смертельно опасно? А демон его останавливает. То есть что, а как он за тумом предается? Нет. Подвести его вообще? Нет. То, что Сократ собирается... Почему Сократ не рассказывает этот диалог? Есть два других диалога, которые Сократ не рассказывает. В этих обоих диалогах он не рассказывает их, потому что мертв. Не может рассказать. Федроник или Парменид? Парменид. Парменид. Есть третий диалог, который Сократ не рассказывает. Этот диалог. Но Сократ не мертв, а жив. Он не может его рассказать. Причина, по которой он не может его рассказать, равна смерти. Демон останавливает от смерти. Демон останавливает на входе к дому Агафона. Мы прочли с вами отрывок Алкивиадова свидетельства. Потому что там уже идет суд. И это Алкивиадово свидетельство довольно забавное. Где они находятся? В военном походе. И Сократ вдруг замирает на месте. А теперь представьте, что было бы, если бы в этот момент был отдан приказ идти в атаку. Или просто продолжить маршировать вперед. Что сделал бы Сократ? В смысле, если демон говорит ему, не умирай. Представьте себе человека, который во время приказа в атаку останавливается и стоит на месте. Потому что демон сказал, не иди. Он уже выжил. Демон ему этого не сказал. Он дезертир, что его вы казнили на родине. Он умер. А может быть и не заметили. Если демон так сказал, значит все верно. Он оберегает его смерти. Сейчас, сейчас, сейчас. А в данном конкретном случае, естественно, почему-то демон снова остановил Сократа. Алкириат не знает, что Сократ собирался сделать. А что Сократа угрожает? Какой вид смерти? Никак понять не могу. Что угрожает Сократа? То, что он собирается сказать, будет выдвинуто как обвинение против... Какой вид на Пире срок придется, да? Нет. Нет. Нет, нет. Дело в том, что в Пире показано как бы дело. И он, ну по сути, это является примером возвращения молодежи и как бы невериям богов. И он этим... И введение новых. А? И введение новых, не забывайте. Да, и введение новых. То есть он как бы подтверждает то, что он действительно виновен этим. Но, во-первых, мы видим отражение в отражение в отражении, то есть это как бы недоказуемо. Вот. А во-вторых, ну в общем это подтверждает, что смертельная причина есть. То есть не только объединение в диалоге, в общем в три, где Сократ не рассказывает этот диалог, да? А плюс еще к тому же его останавливают демоны. Это является вторым подтверждением, что там смертельная какая-то есть причина. Да, помните, что из присутствующих на диалоге Федор и Эриксимах, и Алкивиад будут обвинены в уродовании герм и профанации мистерий. А мистерий-то профанирует Сократ, когда рассказывает тайное знание, данное ему диатимой. Жрецы диатимой. То есть он совершает преступление. Демон останавливает его, говорит, надо. В связи с чем встает вопрос, сейчас, Сократ победил или демон отступил? Да. Ну мы же уже, по-моему, решили, что этого демона существует. Он существует лишь для того, чтобы, ну как просто Сократ, чтобы тот, кто не нужен, ушел. И снова, это прекрасно-прекрасно рассказано в пире Ксенхронта, где Антисфен говорит, я, вот кто-то тусуется вместе с Аполлодором. Когда Сократ говорит Феодоте, что она не может к нему прийти, потому что рядом у него все время крутятся красивые девушки, он говорит, это Антисфен и Аполлодор. И Антисфен в пире говорит, что Сократ не подпускает его к себе, утверждая, что демон не велит им встречаться. И Антисфен прекрасно понимает, что Сократ лужок, он просто не хочет с ним разговаривать. То есть, что демон это как удобно? Конечно, конечно. То же самое, как вы помните, в одном из диалогов Платона, я не помню, как он еще называется, где Сократ разговаривает с мальчиком, который хочет у него учиться. И Сократ спрашивает, зачем? И тот отвечает, я хочу стать радым. И тогда Сократ говорит, ну, тебе я не знаю. Мальчик говорит, я все знаю. Я знаю, что ты знаешь. И когда Сократ пытается отговориться, у него не получается, тогда он говорит, демон не велит, отойди. Вот. Александр Неменович, вот возвращаясь к мысу Виктории, она имела в виду, что там, где те, кто есть, люди, они же не расскажут о том, что Сократ... Так они то же самое совершили, они же все соучастники. Ну вот, а тогда просто как это попадает на глазку, если как бы... А как это попало к нам на глазку? Там есть тот, кто там не должен быть. Да, но этот... Который вдобавок не понимает, что именно происходит. Настолько не понимает, что его товарищ, который думает, что он понимает гораздо больше, просто вырезает его речь из всего диалога. Да, но при этом мы-то видим просто возвращение молодежи и всего остального в остальных диалогах, поэтому это не является каким-то... Ну то есть обвинения, они не беспочвенные, это все. Ну, естественно. Мы полагаем, что обвинения не беспочвенные. Да, значит, наш вопрос. Сократ, в конце концов, придет. Он победил или демон отступил? Что произошло? Давайте по другому. Представим себе, что демона нет. Значит, Сократ останавливается. Как это... Ведь Алкивиад не говорит ничего про демона. Алкивиад говорит, какой-то вопрос его зацепил, и он решил не двигаться с места, пока этот вопрос не разберет. Какой вопрос останавливает Сократа? И очевидно вопрос, стоит ли туда идти или не стоит. Потому что он ведь не просто остановился, он зашел в дом, а потом вышел из него и пошел в соседний. Ими словами, вопрос, который Сократ пытается решить. Нужно ему это или нет? Правильно. А почему? Ведь 10 минут назад он был абсолютно уверен, что надо туда идти. Что поменялось? На глазки. На человек, который случайно... Он хотел идти туда один. Конечно, он встретил Аристодема. И Аристодем, несмотря на попытки Сократа его отводить, не отводился. Более того... Да, Сократ сам хочет отводиться, получается. Лишь бы он не оказался с Аристодемом. Он... Смотрите, он... В итоге он решает, что он готов пойти на лист. Это будут какие-то сложные отсылки для Аристодема. Он вообще не понимает. Ну, это же... Почему в прямую не говорит? Ну, типа... Ну, как же... Представьте юношу, который всюду бегает за вами. Потому что вы ему очень нравитесь. И конфетки вам приносит, и мишек плюшевых дарит. Но вы же не скажете ему нет вот так, прям с порога. Очень легко. А демон ему на что? Ну, это значит, что вы просто бестактный и неумерный. А демон ему на что? Там же было... Демон советует Сакрану посоветовать друзьям. Да, он может отправить их корабль, если он не знает. Это отличное замечание. Но это ксенофонд. Это ксенофонд. Более того, помните... Но что лист работают? Нет. Но что лист работают? Сейчас, сейчас. Помните, что ксенофонд, в отличие от Платона, говорит, что демон советует, что делать. И не советует, чего не делать. А Платон говорит, что только что не советует. То есть это два разных... Две разных совершенно идеи. Два разных писателя для совершенно разных вещей. Нет. Если мы советуем не идти и не советуем идти, это будет в одном случае посоветовать, а в другом случае посоветовать не. Но как бы мы всегда можем перевернуть. Хорошо. Нет, это тоже верно. Почему тогда не перевернуть? Но все-таки, в отличие от Платона, ксенофонд дает нам пример того, когда Сократ действительно посылает кого-то каракул. Платон не дает таких примеров. Хорошо, даже без Аракова. Он все равно мог сослаться на дема. Мог. Мог. Он подумал, что Аристодема слишком... Давайте, мы снова возвращаемся к проблеме листового произведения. Если бы он это сделал, Аристодема бы там не было, и мы бы ничего не узнаем. Ты же на их меня это? То есть мы не пытаемся понять, как решить эту проблему с Аристодемом. Мы пытаемся увидеть, как ведет себя философ в трудной ситуации, и что это за трудная ситуация. Что за вздор ты несешь, сказал Агафон. Позови его понастойчивее. Да, смотрите. Агафон уверен, что проблемы нет. В смысле, что проблема в слуге. Да. И поэтому он подгоняет слугу. Но тут вмешался Аристодем. Не нужно, сказал он. Оставьте его в покое. Такая уж у него привычка. Отойдет куда-нибудь в старуху и станет там. Я думаю, он скоро явится. Не надо только его трогать. И снова Аристодем говорит две интересных вещи. Первое. Аристодем знает привычки Сократа, как Алкивиад. И поэтому в этом ничего необычного нет. И второе. Аристодем защищает Сократа от Агафона. Ну, очевидно. Каждый защищает предмет своей любви от нападок на этот самый предмет. Ну что ж, пусть будет по-твоему, сказал Агафон. А нас всех остальных, вы слуги, пожалуйста, угощайте. Подавайте нам все, что пожелаете. Ведь никаких надсмотрщиков я никогда над вами не ставил. Считайте, что я и все остальные приглашены вами на обед. И ублажайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахвалиться. Смотрите, снова проблема свободы и тирании. Агафон говорит, свобода. Подавайте все, что пожелаете. Никаких насмотрщиков нет. А потом доказывает, считайте, что я и все остальные приглашены на обед. И ублажайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахвалиться. Он не просто дает свободу, он повелевает свободу. И это большая для нас... Это очевидно точно так же, как и защита предмета любви. Это очевидно тема пира. Они каким-то образом связаны. Свобода и тирания, и любовь. Павсанин, вслед за Агафоном, попытается связать свободу, тиранию и любовь к мальчикам. Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. Агафон не раз порывался послать за ним. Смотрите, Агафон вроде говорит, мы все свободны, делай что хочешь. Но ты, мальчик, иди сходи, позови Сократа, мне нужен Сократ. Но Аристодем этому противился. И смотрите, Агафон не успокаивается, он действительно ведет себя как тиран. Вроде только что Аристодем сказал, ну не трогай. А он продолжает, Аристодем все защищает и защищает. То есть они оба как бы одинаково уперты в своих шевеланиях. Более того, ужин начался. То есть они едят и пьют. Они откажутся от вина, только когда придет Сократ. А до этого они уже все будут немножечко неотрезвы. Наконец Сократ все-таки явился. Как раз к середине ужина. Промешков против обыкновения не так уж долго. Да. Сократ приходит. А это значит, что Сократ разрешает каким-то образом проблему. То есть Сократ договорился с демоном? Нет, никакого демона нет. То есть Сократ преодолел ту трудность, которая мешала ему войти. А именно тот факт, что на пир вперед него пришел Аристодем незваным. Нет. И как он ее преодолел, нам, конечно, не говорится. Но очевидно, что если вы готовы наступить на детальку лего у себя на ковре разумно, это значит, что возможные бенефиции от этого наступления больше, чем боль. Иными словами, когда мы делаем что-то, несмотря на трудности, мы подразумеваем, что выгода от этого дела больше, чем трудности, которые мы преодолели. Возможно, Сократ просто подождал, пока они там все убьются, чтобы обвинуть. Если они... Нет, так не получится. Но вообще, если они все убьются, как они смогут нормально его слушать? Как он сможет повлиять на Агафон? Я думаю, что... И смотрите, и помните, что тот факт, что он стоит и ждет, это результат проблемы. Если бы не было Аристодема, он бы зашел сразу до начала первого. То есть это ни в коем случае... Да, и что, но он ждет, а уже пока Аристодема. Сейчас, это хорошее замечание, но мы знаем, и я отсылаю вас сразу к 176c, что Аристодем не пьет. Эта проблема значит, что он не следует со Сократа во всем, потому что Сократ пьет. Нет, Аристодем не пьет много. Сократ не пьет, если его много, если его не заставляют, если нет такой необходимости. Аристодем, конечно, хочет следовать во всем Сократу, но он может следовать во всем Сократу. Аристодем хочет быть философом, но он не философ. И, соответственно, Аристодем, может быть, хочет пить, не напиваясь, но он не имеет такой способности. Поэтому он вынужден, чтобы не напиваться, пить мало. Ещё один вопрос. А Аристодем был учеником Сократа или он просто не таскался? А как вы отличаете того, кто таскается, от ученика? Сократ часто отходил к Аристодеме и о чём-то думал в сторонке. Не надо было его беспокоить. Никто нам больше не свидетельствует о том, как мы видели. Но только был алкемер. У нас есть проблема. Проблема номер один. Аристодема больше нигде нет. Если Аполлодор еще есть, то Аристодема больше нигде нет. Но, может быть, красиво Аристодемы и не было? Нет. Дело-то не в этом. Значит, Аристодема больше нигде нет, в отличие от Аполлодора. Поэтому мы не можем сказать, насколько он близок. Но судя по тому, что говорит Аполлодор, он был когда-то самым пылким поклонником. В смысле, был. И судя по тому, как ведет себя Аристодем, не понимая о намеке Сократа, то, конечно же, это не настоящий ученик. Конечно же, это не Платон, не Ксенопон. Скорее всего, он на том же уровне, на котором находится Аполлодор, и даже если не на том уровне, на котором находится Баллодор. И именно поэтому это проблема. То есть, если бы это был Платон, он бы шел вместе. То есть, Аристодем в силу своих способностей не смог стать таким знаменитым учеником, как Синопон в Платону? Плохо сказать, не смог знать знаменитым. Смотрите, он знаменит, он остался. Мы даже о нем что-то помним. Он в силу своих способностей, он не мог стать лософом. И Агафон, возлежавший в одиночестве с края, сказал ему, «Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, чтобы и мне досталась доля той мудрости, которая осенила тебя в синях. Ведь, конечно же, ты нашел ее и завладел ею, иначе ты бы не тронулся с места». Смотрите, Агафон начинает, Агафон – межливый хозяин, он начинает с шутки. Шутка, конечно, хорошая. В нашем периоде вообще отличная. «Осенила тебя в синях» – это пятьдесят. пять из пятидесяти. Ну, в смысле, пятьдесят пяти. Шутка, конечно, замечательная, но за шуткой стоит цель. Не Сократ собирается сесть с Агафоном, а Агафон хочет, чтобы они сидели вместе. А Агафон заинтересован в Сократе. То есть Сократ на особом половине у Агафона? Не скажешь... Он точно сладится мудростью Сократа. Сейчас до мудрости еще дойдем. Мудрость – это, конечно же, еще более великая шутка. Он приглашает к тебе Сократа, и, значит, он заинтересован в Сократе. Когда Алкевиат будет рассказывать об их отношениях с Сократом, Алкевиат скажет, я напоминаю вам про Федора, «Сократ претворялся влюбленным, но никогда влюбленным в меня не был. Поэтому я из любимого сам превратился во влюбленного. Смотри-ка, Агафон, чтобы с тобой не случилось того же самого». И мы видим, быть может, с Агафоном уже случилось это самое. У него уже проблемы, раз он сам зовет к себе Сократа. Но он не может просто сказать Сократу, пойди сиди со мной. Почему? Потому что там же сидит Повсаник, влюбленный в Агафон. И потому Агафону нужна причина, нужен предлог. И Агафон говорит, опять же, слушая, видимо, Аристодема, Сократ стоял там не потому что демон, а потому что он решал проблему. И раз он трог сюда, значит, проблема решена. А раз она решена, значит, Сократ стал мудрее. Значит, Сократ может поделиться со мной этой самой мудростью. И вот теперь происходит интересный момент. «Хорошо было бы, Агафон», – отвечал Сократ, садясь. «Если мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон ею, к тому, кто пуст. Как перетекает вода по шерстяной нитке, из полного сосудов пустой». И дальше? «Если и с мудростью дело обстоит так же, я очень высоко ценю соседство с тобой». Этого достаточно. Ну, это вообще, ну… Ну, и естественно, соседство от Агафона. Конечно. Это, еще раз, это хорошая, добрая шутка, которую, если Агафон понимает, превращается в оскорбление. Но Агафон не понимает, поэтому все хорошо. Он логический поэт, естественно, он не может понимать многого. Отвечая, сидящего рядышком, где-нибудь там недалеко, Аристафана. Но теперь следующий шаг. Услышав это, или заранее подумав об этом, в своей речи Павсаний будет доказывать, что мудрость перетекает при телесном контакте. Иными словами, помните, Павсаний должен будет объяснить, почему перерастия, в смысле его любовь к Агафону, нормальная штука. И он будет говорить, ну как же, значит, старший мудрый передает свою мудрость сладкому мальчику, улыбезаясь с ним. И мы видим, что в самом начале Сократ четко и ясно говорит, нет. Хорошо. Я думаю, что ты до краев наполнишь меня великолепнейшей мудростью. Ну, если на самом деле, нет. Сократ так не думает. И потому, смотрите, с одной стороны, это вежливость. Агафон говорит, ты мудр, иди сюда сядь. Сократ говорит, о, ты мудр, давай я приду, сяду тебе. А с другой стороны, это указывает на цель. Агафон не мудр, но Сократ все равно садится рядом с ним. Ведь моя мудрость какая-то ненадежная, плохонькая, она похожа на сон, а твоя блистательная и приносит успех. Вон как она, несмотря на твою молодость, засверкала позавчера на глазах 30 с лишним тысяч греков. Достаточно. Сравните Апологию 31а с 40д. Философская мудрость не блистательна, а значит, поэтическая мудрость не мудра. То есть Сократ снова снялся на деграфон? Да, Сократ, для тупых Сократ повторяет второй раз. На самом деле твоя мудрость блистательна, твоя мудрость не мудра. То есть вообще не истина, не настоящая мудрость? Да, потому что философская мудрость не блистательна. А можете еще раз отсылку? Да, конечно. 31а и 40д. Почему? Сократ подтверждает мудрость Агафона точно так же, как ее подтверждает Алистадем. Он победил прилюдно, он преодолел большинство, он покорил большинство. И это и есть мудрость. Можно я прочту и потом? Да, конечно. Ты насмешник, Сократ, сказал Агафон. Немного погодя, взяв в суде Диониса, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрей. А пока не спринимайся за ужин. Вы сказали, что Агафон не понимает, но он понял прекрасную шутку. Точнее, он понял оскорбление. Ты насмешник. Да, он понял шутку. Смотрите, смотрите, какая-то мягкая шутка, которую видит Агафон. Это самый взаимный уровень. Агафон говорит, Сократ, ты мудрый, а мудрость перетекает при телесном контакте. Садись со мной. Сократ ему говорит, нет, 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 дорогой друг, это ты мудрый, а мудрость перетекает при телесном контакте. Давай я с тобой сяду. То есть это то, что видит Агафон, а Агафон говорит, ой, смотри, какая милая шутка, что я тебя похвалил, а ты меня похвалил, а мы-то видим оскорбление за оскорбление. Так я же говорю, что Агафон видит это оскорбление. Нет, Агафон, ещё раз, Агафон видит шутку. Смотрите, вы заходите в женский турлет и видите свою соперницу. И вы говорите, ой, какой у тебя макияж. И она вам отвечает, и у тебя такой же. Вот, чувствуете, да? Вы друг друга похвалили, и всем всё понятно. Здесь словно то же самое, но теперь с позитивом. Ты мудрый, Сократ, иди ко мне, чтобы твоя мудрость перетекла ко мне. Нет, Агафон, это ты мудрый, да? Я сяду к тебе, чтобы твоя мудрость перетекла ко мне. Получается, они смеются только на другую мудрость. Это милый, добрый, вежливый разговор. Вы же не скажете, смотрите, ваше субсидит. Да нет, это же оскорбление. Ну, смотрите, вы говорите, это оскорбление. И Агафон это понял. Нет, на внешнем уровне это не оскорбление. Ещё раз, это обмен любезностями. И Агафон видит этот обмен любезностей, говорит, смотри, какая шутка. Я говорю, что ты умный, а ты говоришь, что я. Я всё-таки думаю, что он как раз-таки понял вот эту иронию и сарказм. Потому что он же, смотрите, пишет, мы с тобой ещё разберёмся, кто из нас мудрей. То есть он понимает... Ну, так это же, если, смотрите, Агафон говорит, что Сократ мудрый. А Сократ говорит, что Агафон мудрый, конечно же, не встаёт в проблему. Кто из них мудрее? Агафон имел в виду, типа, мы разберёмся, то есть, типа, в ходе дальнейших разговоров ты убедишься, что ты мудрее. Да, сейчас идёт вопрос. А я думаю, что он в рот имеет в виду, типа, мы разберёмся, кто из нас, типа, я мудрее. Да, и он тянется к пистолету, кобуря, а себя мудрее. Я сейчас это так жёстко подумала. Естественно, Агафон приветствует Сократа цитатой из лягушек. Мы возьмём в суде и Диониса, который разберётся, кто из нас кто. Напоминаем, Дионис судит из Хила и Еврипида. Лягушки 14.20, 14.36. А Алкивиад будет судить Сократа и Агафона и, естественно, приговорочно сделает выбор в пользу Сократа. Иными словами, поэтическая мудрость говорит, что вопрос об Алкивиаде – это решающий вопрос в определении поэтической мудрости. А Алкивиад говорит, что философская мудрость выше, чем поэтическая. Но это получается нечестный суд. Почему? Абсолютно честный суд. Ну, а Дионис тоже склоняется в сторону Исхила, а не Еврипида. Это же суд, надо же склониться в чью-то сторону. Напомните, пожалуйста, Денис – он бог виноделия. В нашем случае Дионис – это бог поэзии на самом деле нет, это бог театра. Чего? Театр. И он связан с флейтой и вином. Ну, естественно, он связан ещё много с чем. И, в частности, конечно же, он связан с вакханалиями, потому что вакханки – это служитель... Ну, Дионис, он же вакх, да? Потому что вакханки – это служительницы бога Диониса. Думаю, слово вакханалия вам знаком. Римский эквивалент вы тоже знаете. Поэтому никакие проблемы с этим. Дионис будет нам судьёй. Алкевиат рассудит в пользу Сократа. А сейчас будет ужин. То есть, всё-таки надо выпить и поесть. Затем продолжал Аристодем. После того, как Сократ возрёк и все поужинали, они совершили возлияние. Спели по хвалу Богу, исполнили всё, что полагается, и приступили к вину. И тут Павсаний повёл такую речь. Всё случилось как надо. Переходим к вину. И тут Павсаний говорит. У него проблема в жизни. Но это не потому, что у него с агафоном трудности. С агафоном всё хорошо. У него другая проблема. Хорошо бы нам, друзья, сказал он, не набиваться до пьяна. Я, откровенно говоря, чувствую себя после вчерашней попойки довольно скверно. Мне нужна некоторая передышка. Как, впрочем, по-моему, и большинство из вас. Вы ведь тоже вчера в этом участвовали. Подумайте же, как бы нам быть поумереннее. Итак, это автопати. А вчера была пати. И вчера на пати с хорефтами, видимо, всё закончилось. Видимо, всё было настолько хорошо, что сегодня всё плохо. У Павсания похмелье. А смысл тогда устроить автопати, если ты как пати была? Потому что пати, она для всех, а автопати для изданных. А, ну получается, это тогда просто тихий ужин такой. Да, 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 именно это Павсания и собирается предложить. Смотрите, снова перед нами случай, когда слабость ведёт к умеренности. Мне плохо, ребята, давайте мы не будем пить. А когда получается у нас личное соображение, другим, может быть, другим хорошо, они хотят продолжить. Смотрите, именно поэтому это предложение, а не утверждение. А во-вторых, заметьте это, и по-моему, большинству из вас. Он видел, как они вчера пили, и он понимает, что это люди, а не роботы. Им тоже сегодня нехорошо. И все они неумеренные. Именно потому, что вчера они были неумеренны, а сегодня им плохо. Сегодня они будут умеренные. Умеренность и слабость. И поэтому предлагает он именно Павсания, то именно что-то другое. Он Павсания пьет, кто решается, да. И сейчас вы увидите, что предложение это находит отлик. И Арестопан ответил ему, ты совершенно прав, Павсания, что нужно всесказки стараться пить в меру. Но смотрите внимательно, сейчас перед нами будет деление. Деление на тех, кто пьёт много, и кому пьёт плохо, и деление на тех, кто пьёт мало. И они поделятся, как бы попало. Я и сам вчера выпил лишнего. Услыхав их слова, Эриксимах... Я и сам вчера выпил лишнего, это достаточно. Итак, Павсания говорит, мне плохо, не будем пить, я перепился. Арестопан его подтверждает, ты знаешь, я уже перепился, давай не будем пить. И тогда Эриксимах... Услыхав их слова, Эриксимах, сынокумена, сказал... Я напоминаю, что Эриксимах это врач. Конечно, вы правы. Мне хотелось бы только выслушать ещё одного из вас, Агафона. В силах ли он пить? Да. Агафон это хозяин. У нас тут полная свобода, ну как бы с хозяином, да? Вот. И, конечно, как хозяин скажет, так и будет. И ответ? Нет, я тоже не в силах. Итак, у нас есть первая троица и вторая троица, они делятся ровно пополам. Есть социальные санкции халлиныны. Он как раз говорит, нет. Первая троица, это те, кто много пьёт. Это Аристафан, Павсаний и Агафон. Причём в правильном порядке Павсаний, Аристафан в центре, затем Агафон. И есть вторая троица. Ну, так нам кажется повезло, мне, Аристодему, Федру и остальным, сказал Эликсимах. Да, достаточно. И есть вторая троица, Аристодему, Федру и Эликсимах. Если вы, такие мастера пить, сегодня отказываетесь, мы-то всегда пьём по кавле. Сократ не в счёт, он способен и пить, и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет доволен. Да, здесь останавливаемся. Значит, вторая троица, те, кто умерены, не потому что у них голова болит, а те, кто умерены, потому что они быстро пенеют. Эликсимах соглашается, что надо пить много, потому что он вообще не может пить много. Его наука, которая говорит, что от перепития бывает похмелье, и его слабость, которая говорит ему, что если он выпьет лишнего, его разнесёт, софадает. И получается, что он одновременно умерен и из слабости, и из знаний. Смотрите, при этом первая троица, по вскоре Аристофана Графон, сказали сами за себя. А Эликсимах один говорит за всех остальных, включая Сократа. Почему? Потому что... А он врач. Конечно, потому что он врач, и ему виднее. У нас есть шесть гвачьих. И значит, по идее... А Сократ ваще? Сейчас, сейчас. У нас есть шесть гвачьих на перу. И по идее у нас должна быть группа, которая делится либо два по три, либо три по два. У нас перед нами деление три по два, но Сократ в эту группу не попадает. Почему? Потому что есть Арестадем. Нет, у нас два по три. Два... Две группы по три. Две группы по три, да. Но Сократ не попадает, он седьмой, потому что есть Арестадем. Счастливая случайность позволяет этим людям разбиться ровненько. Но эта же счастливая случайность указывает нам на то, что Эликсимах считает, что Алистадем – это активный участник пива. Он не называет его вместе, когда он называет со всеми остальными. То есть он мог бы сказать «я», «федор» и вот эти вот все. Он считает, что Эликсимах – важный участник. Однако это не так. Наконец мы видим… Алистадем, пожалуйста, просили. Однако это не так. Наконец мы видим различие между Алистадемом и Сократом. Алистадем умерен, потому что он будет запьяненьким. Он умерен из слабости. Сократ же может… Это тоже у нас. Да, да, да. Сократ же может пить столько, сколько захочет и не пьянеть. Иными с вами. Вот здесь я привожу вас обратно к ксенофону. Сократ не противозит? Нет, это нет. И напоминаю вам, что в списке воздержанности ксенофонта есть несколько позиций. Попробуем вместе вспомнить. Сон, секс, еда, труд, жара, холод, вино. Кажется, семь. Когда этот полный список мы видим в меморабилии, мы также видим отдельный список умеренности Сократа, из которого выпадают две вещи – вино и сон. Сократ может быть неумерен в вине, потому что ему все равно. У него нет проблем. Он не пьянит и не испытывает похмелье. И мы видим, как Платон это подтверждает. Сократ может пить, а может не пить. Ему-то все равно. Эликсимар говорит, я решу за себя и за всех таких же, как я. Но Сократ не такой же, как я. Но я все могу лишить за него, потому что он может быть таким же, как я, а может быть таким же, как вы. Раз никто из присутствующих не расположен, по-моему, пить много, я вряд ли кого-либо обижу, если скажу о пьянстве всю правду. Что опьянение тяжело людям – это мне, как врачу, яснее ясного. Мне и самому не охота больше пить. И другим я не советую, особенно если они еще не отправились от похмелья. То есть, смотрите, все уже решилось такое. И мое искусство, ребята. Ты останешься в упаковке с целью знаниями. А его кто-то об этом просил? Естественно, его ни о чем не просили, как и в случае с решениями за всех остальных. Но он обладающий знанием, и он должен показать, что он этим знанием обладает. И он говорит, естественно, смотрите, он ведь важный момент. Он не приказывает, он не советует. Врач не может вам ничего велеть. Если бы он мог, он бы превратился в царь. Поэтому он может только советовать. Сущая правда, подхватил Федор из Меринута. Я-то и так всегда тебя слушаюсь. А уж когда дело касается врачевания, то и подавно. Но сегодня, я думаю, и все остальные, если поразмыслят, с тобой согласятся. Да, и Федор указывает, что он, подученный или подпорщенный Сократом, всегда следует за знающим. Помните, в апологии, ровно как и в меморобилии, но особенно в меморобилии, возвращение молодежи как обвинение заключалось в том, что Сократ советовал слушать специалистов больше, чем родителей. Потому что специалисты знающие, а родителей нет. И Федор, подученный Сократом, мыслит именно так. Я всегда тебя слушаюсь. Именно поэтому Федор и слушается Эликсимаха. И именно поэтому он призывает всех слушаться Эликсимаха. В этом конкретном вопросе, потому что Эликсимах обладает неким знанием. Насколько хорошим знанием, мы увидим чуть-чуть позднее. Выслушав их, все сошлись на том, чтобы на сегодняшний период опьяна не напиваться, а пить просто так, для своего удовольствия. Да. То есть, кто хочет пить, то пью. Да, 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 да. Вы знаете, что это не знание? Да, и мы увидим это в решающий момент. Когда заявился пьяный Алкевиат, и у них с Эликсимахом будет небольшой разговор, Алкевиат скажет, о, здравствуй, Эликсимах, почтеннейший сын почтеннейшего и трезвейшего отца. Намекая на то, что Эликсимах уже не трезвейший. Он все еще почтеннейший, но мы уже общакрыли. Хорошо, давайте на этом остановимся.